Взрыв Tesla Model X. Новая Toyota RAV4. Volvo XC60 объявлен всемирным автомобилем года. Глобальный отзыв Tesla Model S. И вот это разворот. Эй, ребята, как-то вы слабовато просмотрели предыдущий выпуск новостей. Мы же все-таки для вас старались, сделали его. Поэтому, если не сложно, обязательно найдите это видео и там поставьте свои лайки, поддержите нас, напишите что-нибудь в комментариях. И еще хочу сказать, что на этой неделе у нас вышло классное видео про новый Duster, наше первое знакомство с этим автомобилем. А для всех любопытных, которые пишут мне во всех соцсетях, во все директы с одним лишь вопросом, когда же выйдет новое ведро шоу, отвечаю, вот отвечаю вам. 6 апреля, в следующую пятницу. На Калифорнийском шоссе 101, недалеко от города Mountain View, произошло ДТП со взрывом Tesla Model X. Пока не ясно, ехал ли кроссовер в режиме автопилота. Очевидно лишь то, что он потерял управление и врезался в отбойник. После чего загорелся и взорвался. Водитель не выжил. Причины аварии выясняются. Пока сведения из сгоревшего бортового компьютера не могут получить ни сотрудники NTSB, ни представители Tesla, которые, как обычно, обещают оказывать всяческое содействие расследованию. Как говорят очевидцы, в разбившуюся Tesla врезались еще два попутных автомобиля. После чего электрокар загорелся и взорвался. Водителя успели достать из автомобиля еще до момента взрыва. То есть его гибель не связана с ожогами, а стала причиной травм. Предполагают, что от сильного удара в электрокроссовере сдетонировал аккумулятор, расположенный под полом. Хотя в Tesla всегда подчеркивали, что батарея автомобиля разработана таким образом, чтобы минимизировать вероятность возникновения пожара. И говорили, что если все же пожар возникнет, то огонь будет распространяться медленно, чтобы у пассажиров было время покинуть салон. В Нью-Йорке прошел автосалон, и одной из новинок, которая вызвала повышенный интерес у посетителей, стала новая Toyota RAV4. Ну, конечно же, это же совсем другая песня. Давайте ее рассмотрим со всех сторон, и вы напишите в комментариях, как она вам, а также вы можете, как обычно, пообсуждать, на что похоже. Мне кажется, ее внешний вид стал намного круче, особенно классной получилась задняя часть. Но вот квадратные арки пока как-то так, нужно время, чтобы привыкнуть. Но в целом, неожиданно хорошо. Новинка выполнена в стилистике концепта FT-AC, получила восьмиступенчатую автоматическую коробку передач и новую платформу. В основе RAV4 теперь лежит модульная TNGAK, такая же, как и у последней Camry. Как говорят компании, такая конструкция на 57% жестче, чем ранее. Кстати, RAV стал первым полноприводным автомобилем Toyota на этой тележке, а также первой машиной компании с системой динамического распределения крутящего момента. Она может передавать до 50% тяги на задние колеса, а также распределять ее между левым и правым задним колесом для улучшения управляемости. Когда полный привод не требуется, например, при равномерном движении по трассе, специальные зубчатые муфты на передней и задней оси останавливают вращение карданного вала, полностью отключая подачу тяги назад. Конечно же, базовые версии будут без системы распределения крутящего момента. Ну а гибрид получит собственную трансмиссию, где задние колеса приводятся в движение электромотором. В США новый RAV4 будет предлагаться с 2,5-литровой бензиновой четверкой. Мощность пока не назвали, но прежний агрегат, если помните, выдавал 180 лошадиных сил. Работать мотор будет в паре с уже упомянутой восьмиступенчатой АКП. Также будет и гибридная силовая установка. В ее состав войдет двигатель на 2,5, электромотор и вариатор. У кроссовера появятся три модификации, это XSE Hybrid, Limited и Adventure. Первую Toyota короновала самой спортивной из всех, ведь у нее будут особые настройки пружин, амортизаторов и управляемости. Второй вариант такой себе лакшери, а третий более брутальный, внедорожный. Новинка также может похвастаться светодиодными фарами, адаптивным круиз-контролем, системой предупреждения фронтальных столкновений, считыванием дорожных знаков, автоматическим переключением дальнего света на ближний, новым мультимедийным комплексом с 7-дюймовым экраном или 8-дюймовым в качестве опции, поддержкой Amazon Alexa, Apple CarPlay и Android Auto, а также аудиосистемой от JBL. Также на автосалоне в Нью-Йорке был объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года». Впервые в истории премии первое место досталось модели Volvo – кроссоверу XC60. Модель боролась за звание лучшей машины в мире с Mazda CX-5 и Range Rover Velar. И в общем-то для Volvo год начался очень урожайно, ведь в январе этого года эта же модель была названа лучшим вседорожником в США, а компактный кроссовер XC40 в марте стал победителем конкурса «Европейский автомобиль года». Не только у Ford проблемы с рулями. Я уже рассказывала, у Fusion'ов они отпадают. Ну а теперь эстафету перенимает Tesla, правда у них все держится на месте, но ржавеют болты. Компания отзовет 123 тысячи Model S, которые сходили с конвейера до апреля 2016 года. Сервисная акция связана с повышенной коррозией болтов крепления усилителя руля. Клиентов, конечно же, тешат, что ржавые болты не повлияют на управляемость автомобиля, но сразу уточняют, что при движении на низкой скорости и при парковке водителям придется прилагать дополнительные усилия, чтобы повернуть руль. Это типа так... Как-то так. Как оказалось, такая проблема чаще всего возникает при эксплуатации автомобиля в странах с холодным климатом, где дороги часто посыпают солью и реагентами. Тем не менее, отзыву подлежат все автомобили вне зависимости от климатических условий, в которых они используются. И напоследок веселое видео, которое сейчас гуляет в интернетах, и на нем грузовик показывает чудеса разворота. Причем делает он это над обрывом. Очевидно, невмоготу было, срочно нужно было сменить направление. Ролик снят на горной дороге к югу от китайского города Чунцин. Как видим, маневр совершается в несколько заходов, при этом колеса задней оси практически свешиваются над пропастью. Отчаянный чувак, реально отчаянный. На этом все. Вы смотрели еженедельные новости на канале Ведро.ком. С вами была Наташа. Обязательно подписывайтесь на наш канал, если вы еще не подписаны. А нас тут, кстати, уже почти 80 тысяч, так что в следующем выпуске новостей будем праздновать. А также, если несложно, подписывайтесь на мои соцсети. Все ссылки я оставлю в описании. Буду по вам скучать. До встречи через неделю. Микрофон, зачем ты меня подвел? И с первого раза говорю хорошо. Потом ты начинаешь пукать и портишь мне все стендапы. Система при... Причем, в чем? Короче, мне уже надоело писать снипление. Эй, ребята, всем привет. Эй, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok